Когда-то молодая лыжница Леночка Вяльби была очень хорошей спортсменкой. И не просто хорошей, лучшей. Комсомолка, студентка и просто красавица. Она покоряла мировые лыжные вершины одна за другой. Быстрая, легкая, неуловимая. Она 14 раз становилась чемпионкой мира, трехкратная олимпийская чемпионка. Всех наград с девушки трудно сосчитать. Имя Елены Вяльби вписано в мировой спорт золотыми буквами. Сейчас Елене Валерьевне 56. И она является вполне заслуженно президентом лыжных гонок Российской Федерации. Воспитывает, тренирует, преподает. Елена является кандидатом педагогических наук. А по совместительству единоросской, патриоткой и большой божательницей Владимира Путина, которого она называет не иначе, как последний из магикан. В своем недавнем последнем интервью Елена Вяльби рассказала, что она знает, что нужно сделать, чтобы российские спортсмены вернулись в соревнования и большой спорт. План Елены оказался надежным, как швейцарские часы. Нужно всего лишь сбросить какую-то очень серьезную бомбу в центр Лондона. А почему Лондон? Наверное, потому что в Лондоне никогда не проходят мировые лыжные соревнования. За долгими тренировками Леночка, наверное, не выучила, что и у Лондона есть бомба. И наверняка очень серьезная. В Госдуме к высказываниям дамы отнеслись неласково. Эка, неуловимая мстительница, выискалась. Назвали шуткой, но попросили так больше не шутить. Запад не поймет, обидится. А чего обижаетесь-то? Не важно, кто ты. Слесарь из Магадана, врач из Оренбурга, потомственный интеллигент из Питера, величайшая спортсменка всех времен и народов. Или Дмитрий Анатольевич Медведев в субботнем утром в своем телеграм-канале все как один гордятся тем, что они могут на кого-то, чего-то там сбросить. Не любите нас? А вот мы возьмем, да и сбросим. Мы такие можем повторить. И не важно, что в благополучной Норвегии, куда Елена мечтает вернуться, норвежские лыжники катаются, тренируются и совсем не думают о том, что для того, чтобы занимать первые места в лыжном спорте, им нужно на кого-то, чего-то там сбросить. Да и, в общем-то, бомбы у них никакой нет. Для того, чтобы жить счастливо и благополучно, никакая бомба не надобна. Субтитры создавал DimaTorzok